Итак, в этом видео мы с вами поговорим о программе файловом менеджере под названием Total Commander. Я уже зашел на официальный сайт wincmd.ru, здесь его можно скачать. Давайте скачиваем полную русифицированную версию сразу же по ссылке. Вот здесь нам показывается краткий список историй, программы и так далее. Вот здесь ссылка есть скачать, нажимаем на нее. Сохраняем файл. 810 килобайт нас всего занимает. Раскрываем данный архив. И здесь есть у нас русификация. Это русский язык, мы его добавим в программу. Это что касается нашей русификации. И теперь нам нужно будет скачать саму программу. Это у нас здесь есть файл интерфейса, расширенного русского меню и так далее. Даже справочная система здесь есть. Теперь нам нужно скачать саму программу Total Commander. 3 мегабайта она занимает. Также скачиваем ее. Я сейчас покажу как все это устанавливать. То есть сначала мы русификатор скачиваем, потом саму программку. Я сразу же перехожу в папки, где мы это все сохранили. Так, вот сама программа. А позже мы русификатор поставим. Чуть-чуть осталось, она уже скоро загрузится. Вот, загрузилась. Так, устанавливаем данную программу. Русский. Далее. Вы хотите установить также все остальные языки? Наберу. Нет. Далее. Так, куда нам нужно установить? Я устанавливаю в D Disk D Program Files. Вы уже в свое место, куда хотите устанавливаете. Так, далее. Далее. И далее. Установка завершена. Так, вот у нас появился Total Commander в меню. Даже мы, получается, скачали сразу же русифицированную версию. Но это еще лучше. Не нужно будет русификатор устанавливать и так далее. Программа выпускается под лицензией Shareware. Это значит, что, в общем, она платная. Но пользоваться ей можно также и бесплатно. Просто при запуске будет выводиться такое окошко. Вот. И здесь нужно будет нажимать на нужную цифру, которую нам показывают. Вот здесь нажмите кнопку номер 3. То есть мы нажимаем и можем с программой работать. Автоматически открываются настройки, в которых мы сейчас можем здесь полазить. Давайте пока все это закроем и разберемся вообще, что к чему. Total Commander представляет из себя вот такой файловый менеджер. Давайте лишнее закроем. Чтобы нам не мешало. Сейчас я растяну его на рабочем столе и будем работать. В общем, он представляет из себя файловый менеджер, который позволяет работать с файлами. Отличительной особенностью является то, что мы здесь видим две панели. Можем заходить в различные папки и так далее. Так, что у нас здесь есть, какие возможности. Давайте зайдем в конфигурацию настройка. Первым делом здесь есть вид окна. Отображать панель инструментов. Вот, например, снимем. Панель инструментов исчезла. Ну, это то место, где находятся кнопки. Можно отображать также кнопки дисков, которые у вас установлены. Вот в таком формате они будут отображаться. Так, следующее. Две панели кнопок дисков. То есть мы можем сделать вот так. Тогда у нас здесь будут отображаться здесь и здесь. Так, только в одном месте. Так, кнопки плоские. Так. Либо такие объемные. Это по вашему желанию. Окно выбора дисков. Вкладки папок. Имя текущего каталога. То есть, где мы сейчас находимся. Цепочки навигации показывают нам пути, где мы уже находились. Автоматически раскрывать при наведении указателя мыши. При желании папку лучше не ставить. Все-таки, когда мы уже сами щелкнули, тогда и раскрывать меню. Хотя, в принципе, как хотите. Так, следующие кнопки для истории избранных каталогов. Заголовки табуляторов. Строка состояния. Командная строка. Кнопки функциональных клавиш. То есть, быстрые клавиши, так называемые. Еще одна опция. Это плоский интерфейс. К панели инструментов не относится. И стиль XP Vista для фона меню. То есть, если мы уберем. Вот такой стиль. Если поставим. Полупрозрачность такая, как бы, небольшая. Так, содержимое панелей. Здесь длинные имена файлов. У нас стоят... Так, давайте посмотрим. Значки. Здесь можно... Показать значков, связанных с типом файлов. То есть, какой-то, например, mp3, будет показано мини-мп3-шное изображение, показывающее, что это музыкальный файл. Шрифты, цвета, так, вкладки папок, показывать заголовок вкладки, даже если она одна. Размещать вкладки несколько рядов. То есть, можно будет перемещаться. Давайте настроим это. Так, что еще? Так, наборы колонок. Основные операции здесь вот очень интересные. Давайте сделаем, чтобы как Windows было. Левой кнопкой мы выделяем файл. И, соответственно, можем его открывать. Так, что еще? Запрет одновременного запуска нескольких копий можете поставить, если нужно. Так, сворачивать в системный трей, когда закрываем. Ну, это не нужно. Также в Total Commander встроена уже программка. Так называемый редактор. Ну, на самом деле, он, конечно, не встроен. Он берется из системы notepad.exe. Кстати, я рекомендую не использовать стандартный блокнот, а лучше скачать программку. Называется она notepad++. Мы можем это в Яндексе здесь увидеть. Вот, например, notepad++. Скачайте лучше ее и используйте вместо стандартного блокнота. И здесь ее можно указать, где она хранится. Эта программа будет заниматься у нас просмотром файлов. По клавише F3. Так, операция с файлами. Автоматический выбор способа копирования. Автообновление. Так, быстрый поиск в текущем каталоге. Можно по Ctrl-Alt перейти. FTP. Если мы подключаемся к удаленным серверам, каким-то, так называемый канал FTP, файл Transport Protocol, то здесь можно вот такие настройки задать. 999 количество попыток и задержка между попытками в одну секунду. Вот, если нужно, то мы это здесь задаем, вот именно в таком параметре. Это наиболее лучшие настройки, то есть к серверу, чтобы можно было подключиться, на котором хранятся файлы. То есть есть такие сервера файловые, FTP называется. Плагины программа также поддерживает множество различных плагинов, которые к ней прицепляются. Например, это архиваторные плагины, плагины файловой системы, какие-то внутренние плагины для просмотра и так далее. То есть все эти плагины, во-первых, можно добавить их, скачав предварительно с сайта на сайте. Кстати, можно посмотреть вообще, какие плагины есть. Здесь есть слева раздел плагинов, и при желании вы можете, соответственно, тот или иной плагин скачать. Ну, давайте что-нибудь посмотрим, что здесь есть. Так, контентные, так, просмотр, что здесь есть. Давайте скачаем вот такой вот текстовый редактор, просмотрщик. Так, скачиваем ее. Сохраняем. Просто я на примере этого плагина покажу, как вообще плагины устанавливаются. Так, вот такой архив у нас появляется. Давайте здесь закроем это окошко, и как нам здесь советуют, чтобы установить плагин, перейдем, соответственно, в архив этого плагина. Итак, я сейчас открою папку там, где у нас этот файл вообще хранится. Так, вот эта папка, открываем ее. Нам говорят, этот архив содержит следующий плагин. Вы хотите установить его? Я говорю да. И окей. Все, теперь он у меня в настройках появляется. Я могу здесь его увидеть. И окей. Соответственно, чтобы просмотреть какой-то файл, давайте что-нибудь откроем. Я нажимаю на соответствующую клавишу F3 на клавиатуре. И здесь я вижу вот этот редактор. Просто там у меня почему-то открылась еще и настройка. Вот этот самый редактор, который мы с вами скачали, он также даже поддерживает и просмотр не только текстовых документов, но и HTML документов, то есть веб-страничек. Вот так интересно. А по F3 у нас, видимо, еще и... Это просто у нас настройки были открыты, поэтому они открылись второй раз. Так, ладно. Конфигурация настройки. В общем, таким образом устанавливаются плагины. Различные. Так, файл отчета, список исключений, архиваторы. Также Total Commander поддерживает такую очень интересную вещь. Он может, не распаковывая, помочь зайти нам в архив и посмотреть внутри, какие у нас есть файлы. Здесь у нас вот указано уже, что RAR.exe у нас есть установка. Это WinRAR архиватор. ZIP-овский также файл он открывает и тому подобные вещи. Так, и обязательно запрашивать подтверждение, когда мы удаляем что-то, перезаписываем и так далее. Вот эти галочки должны стоять в категории разная. Окей. Итак, соответственно, что еще мы здесь можем делать? Вот у нас есть специальные кнопки. Упаковать файлы, либо распаковать файлы. Это что касается к архивам относится. Далее соединиться с FTP-сервером. Можем добавить новое соединение. Сюда ввести имя пользователя, название сервера, пароль, логин и пароль. Поставить галочку здесь «Пассивный режим обмена». Обычно это требуется. И ОК. Это если вам нужно к каким-то FTP-серверам подключаться. Следующее. Поиск. Здесь очень интересный поиск реализован. Можно искать файлы не просто по имени, но еще и по содержимому. Если поставим галочку с текстом, можем сюда что-то написать. Затем поставить, например, только слово «целиком», либо учитывать регистр символов, то есть маленькими, либо большими буквами. И у нас будут найдены какие-то документы, которые содержат в себе какое-то слово, например. Очень-очень удобно. Клавиша дополнительно поможет нам здесь задать дату изменения этого файла. Плагины. Здесь можно задать какие-то определенные настройки плагинов для того, чтобы ввести поиск. И шаблоны поиска. Здесь можно сохранить какие-то определенные шаблоны, которые мы ранее задавали. То есть вот здесь то, что мы задали, можем сохранить и их использовать. Закрываем. Так, что еще? Групповое переименование файлов. То есть мы можем выделить несколько файлов и переименовать их по какому-то определенному шаблону. То есть не тыкать по одному, а очень удобно. То есть, например, есть у вас 100 песен в mp3. Вы хотите их переименовать, просто от 1 до 100 сделать, чтобы было. Воспользуйтесь этой опцией и она легко вам поможет. Давайте что-нибудь здесь посмотрим. Какую-нибудь папку заглянем. Давайте на диск D. Например. И посмотрим что-нибудь, что можно здесь переименовать. Просто хочу показать вам. Везде, к сожалению, у меня только по одному файлу. Вот, программы. Вот, допустим, я выделяю несколько файлов. Как я, кстати, выделяю? Я выделяю здесь с помощью мышки, зажимая Ctrl и делаю выделение вот такое. Чтобы снять выделение, я, соответственно, вот так делаю, и выделение снимается. Ctrl. Групповое переименование. Перед нами открывается вот такое окошко. Здесь я должен сделать следующее. Здесь я должен задать какой-то шаблон, какую-то маску. И по этой маске я, соответственно, уже смогу переименовать файлы. Здесь можно задавать, если мы просто имя нажмем, то у нас имена будут. Можно поставить счетчик. Счетчик позволит там как раз переименовать, например, цифрами. Внизу будут показаны результаты, как у нас файлы будут переименованы. Видите, единичка, двойка подставилась. Как убрать полностью имена? Мы просто убираем N, это имя, и у нас все файлы будут переименованы. То есть, если их тут 100, от 1 до 100. Выполнить нажмем, все будет сделано. Следующая опция синхронизировать каталоги. Эта опция позволяет нам сделать так, чтобы сравнить несколько каталогов, несколько папок. И здесь можно выбрать вот что. Сделать так, чтобы самые новые версии каких-то файлов и папок была перемещена. То есть, какая-то версия перемещается. Например, у нас есть несколько одинаковых папок с файлами на разных дисках. И нам нужно сделать так, чтобы самые новые документы у нас, например, были на флешке в архиве. Мы можем воспользоваться вот этой опцией. Соответственно, из C синхронизировать в D. Можем показывать только файлы, например, уникальные. Здесь есть специальные кнопки. То есть, можно загружать только, показывать, точнее, только одинаковые файлы. Либо разные файлы, либо еще и копируемые там справа налево, слева направо. То есть, мы можем как в это поле копировать, так и в это. Так. И, соответственно, оставить можем только уникальные. Файлы. Нажимаем на кнопку сравнить. Мы видим, что у нас показывается, что копирование слева, справа, точнее, налево. И в этом каталоге в диске C у нас нет вот этих двух файлов. Мы, соответственно, их можем синхронизировать, скопировать, как говорится. Копировать в буфер имена с путями можем здесь. Открыть наш с вами блокнот по умолчанию. И так далее. Чтобы какой-то файл, соответственно, удалить, обычным клавишем DELETE нажимаем обычную клавишу. Нас также спросят удалить или нет. Вот таким образом. То есть, на самом деле, все очень интересно. Можем показывать все файлы без подкаталогов. То есть, не будут отображаться там какие-то дополнительные у нас еще ветки. Если мы нажмем эту кнопку. Ну, это немножко сужает наш обзор. То есть, у нас вот что происходит. Сейчас произойдет процесс чтения. Нажму лучше Escape. То есть, у нас не будут показаны файлы сами, а точнее, папки, где хранятся эти файлы. Это неудобно. Поэтому вот таким образом. Так, что еще есть? Просмотр эскизов документов. Так, активно. Только имена файлов можем показывать. То есть, либо подробную информацию о файле размером с размером и другими данными. Обновить содержимое. Перемещаться вперед-назад стрелочками. И так далее. Вот основные моменты, которые есть у Total Commander. Вы можете сравнивать файлы с помощью инструмента синхронизация, с помощью поиска искать нужные вам документы, подключаться к FTP, запаковывать и распаковывать файлы, просматривать их и так далее. С помощью быстрых клавиш можем просматривать, править файлы, копировать, перемещать их. Создавать новый каталог, удалять и выходить из программы по нажатию Alt F4. Вот такой интересный файловый менеджер. Я надеюсь, что вам был интересен этот урок. Заходите на мой блог mstream.ru. Подписывайтесь на мою рассылку, если еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих видео уроках, не менее интересных. А на этом пока-пока. С вами был Артем Ющенко и проект mstream.ru. Продолжение следует...